Знаете, братья и сестры, хочется поздравить вас или сказать вам те слова, которые однажды Иисус Христос сказал ученикам. Мир вам! Мир вам, дорогие гости, которые посетили молитвенное служение. Да благословит вас Господь сегодня внутренним миром. Знаете, о мире что сказано? Я скажу, и мы помолимся. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. В ком? Во Христе Иисусе. Не теряйте вот эту внутреннюю связь со Христом, внутреннего Божьего мира. Да благословит вас и нас всех Господь сегодня и посетит нас Словом Своим. Помолимся. Отец наш, Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что во имя Иисуса Христа мы здесь. Мы вокруг друг друга и вокруг Тебя. Ты дал нам Слово Твое. Благослови, чтобы оно было в сердце у нас, чтобы мы были покорны и послушны Тебе, Богу. Услышь молитву нашу, благослови каждую душу, каждое сердце сегодня здесь, особенно проповедников. Вдохнови их особым вдохновением Твоего Слова, чтобы оно звучало, как от Тебя, Господь. Благослови нас поддерживать всякое служение, хоровое, кто будет стихи говорить, или пение деток и взрослых, и пожилых. Благослови нас приникнуть к Тебе, Господь, услышать Тебя. И чтобы Твой действительно Божий мир, Он сопровождал нас, и мы никогда Его не теряли. Пусть это будет для нашего спасения, для Твоей славы, Отец и Дух Святой. Аминь. Хотелось, чтобы, когда мы будем петь следующую песню в начале нашего богослужения, чтобы эта песня настроила нас на слушание Слова Божьего, которое будет сегодня звучать. Слышишь ли ты голос Божий к сердцу твоему стучит? Слышишь ли ты голос Божий к сердцу твоему стучит? Слышишь, ли ты голос Божий к сердцу твоему стуеть, Слышишь ли ты голос Божий к сердцу. Субтитры подогнали Симон. 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 Некоторые стихи. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. И читайте его. Изучайте. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Там написаны слова. «Если же ходим в освете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа и его очищает нас от всякого греха». Есть много грехов, которые заметны, которые мы можем... Ну, в моей жизни что было? Зависимость, алкоголь, наркомания. Есть грехи, которые ведут на... Есть убийства, блуд. Это такие заметные грехи, которые человек, не зная Бога, творит и в которых обязательно нужно покаяться. Но есть некоторые грехи, которые... Они не так уж заметны. Грехи, которые могут у нас в сердце находиться и, может быть, мы скрываем, может быть, полностью не признаемся, где-то лукавство проявляется. О таких грехах записано. Какое у человека сердце, какие плоды у человека. Если у нас жизнь во Христе, то у нас должны быть и плоды Христовые. И я хотел прочитать также место из Писания, которое написано в Галатам 5, 19, 21. Пишется о том, что какие дела плоти. Дела плоти известны. Они суть прелюбия, деяния, блуд, нечистота, непосредство, идолослужения, волшебство, вража, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Это те грехи, которые заметны, которые мы больше всего, когда размышляем о том, что есть грех, лично у меня приходит первое, что это вот эти вот дела плоти, которые очень видно. И какие у нас, у человека, какие должны быть... Здесь дальше пишется о плодах Духа. То, что у человека, который следует за Христом, должно быть плоди Духа, любовь, радость, мир, долготепение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нету закона. И человек, который, может быть, ходит на собрание, и он не имеет любовь к ближнему, как брат уже говорил, из-за конкуренции тоже часто бывает на собрании у людей вот эти вот конкуренции, которые мешают человеку, которые они туманят. Вот это то, что любовь, и человек из-за того, что у него какие-то конкуренции с братом, может быть, у кого-то в хору, кто лучше поет друг друга, кто лучше или правильнее проповедует, вот эти вот конкуренции, они начинают ставить как бы туман на сердце, которое человек начинает терять любовь друг к другу. И это мешает в жизни следовать за Христом, так как именно Господь указывает нам, чтобы было по воле, потому что у нас все должно быть в любви друг к другу, и как Иисус учит, чтобы вот это у нас проявлялось. И в 1 Коринфянам, в 5 главе, 11 стихе написано, 1 Коринфянам 13, 1, а с 1 по 8 стих, написаны слова о любви. «Если я говорю языками человеческими и английскими о любви не имею, то я медь звенящий или кемвал звучащий, если имею дар пророчества и знаю всей тайны, и имею всякое опознание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, о любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И на основании этого стиха я считаю очень важным, чтобы нам проверять, есть ли у нас эти качества любви, есть ли у нас что-то, которое действует по зависти, или что-нибудь, которое превозносится друг перед другом, кто умнее, или кто выше кого-то, кто успешнее на работе. Если на нас кто-то работает на работе, правильно мы относимся к людям, которые работают, зарплата идет вовремя, или есть ли какие-нибудь притеснения. Мы можем ходить на собрания, но бывает такое, что что-то не... Бывает такое, что у человека какая-то ярость и неконтролирование эмоций, может быть, вспыльчивость какая-то, и может быть, это часто, может быть, у кого редко это происходит, но если это в самом деле есть у человека, это очень важно проверить на основании этого места, если в самом деле есть эта любовь, и поменяться в том, что если оно действительно возрастает в нас, чтобы отвернуться от этого и покаяться, мы можем также ходить таким же путем, и внутри у нас оно как бы таится. Поэтому тот, что стих написан, если мы ходим во свете подобно, как он во свете, имеем общение друг с другом, мы можем что-то делать неправильно против очей Божьих и не открываться. Человек может в каком-то грехе, может быть, глубоком даже, если жить, и втихаря грешил, и втихаря где-то там открылся пред Богом, но на свет это не выставил, и не было исповедания, и держит это в себе, то он постоянно возвращается в грех, и человек не понимает, почему у него такое получается, то, что он вроде бы кается и уходит обратно в ту сторону, потому что в самом деле держит все грехи во тьме. Здесь этот стих, он как бы даже сам объясняется, то, что если мы ходим во свете, то имеем общение друг с другом, то у нас есть это общение друг с другом, мы признаемся перед друг другом, то, что у нас есть что-то, которое мешает нам идти вперед. И если даже это стыдно признаться в том, то что важнее, держать это в себе во тьме и с этим идти до конца жизни, которая приведет нас в вечную погибель, или в самом деле выставить это на свет, чтобы врагу не было места, где человека атаковать, и выставить на свет, и покаяться в этом, покаяться и не таить в своем сердце, не таить во тьме, а действительно во свете держать. И дальше, что в этом стихе написано, то, что когда мы имеем это общение, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас из всякого греха. Часто люди используют этот стих, но пропускают вот эти вот важные вещи, которые нужно признаваться, признаваться в грехах, признаваться в тех постыдных грехах, которые в тайне занимаются человеки, и часто у многих, может быть, какое-то сформировалось понятие насчет покаяния и насчет крещения, это если кто-то из друзей, ходящих в церковь, каятся, или из друзей, которые принимают крещение, у некоторых это становится заодно, или некоторые принимают крещение, или каются из-за того, что вступить в брак. Но действительно от самого глубины сердца человек покаялся, и от глубины сердца он принял это решение, принять крещение, или просто заодно, потому что другие так делают. И если человек принял это решение не от глубины сердца, но последовал за другими, то это пустое, потому что человек будет возвращаться в те непонятные вещи, которые происходят в сердце и в разуме, на которые он действует. И в Матфеи 3, в 3 главе, в 8 стихе написано, Иисус обращается, ну, он обращается, Иоанн, это он обращается к фарисеям, и он говорит такое, «Сотворите же достойно плод покаяния». То, что если человек приходит на собрание, и он приходит к тому, чтобы каяться не из-за того, что он осознал то, что грех, и то, что этот грех приведет в погибель, но потому что так надо, и ходит на собрание, потому что так надо, или читает Библию, потому что так надо, но не исполняет то, что написано в Библии, и не растет духовно, ходя на собрание, то действительно это было живым покаянием, или просто как научным покаянием. И если действительно это не было живое, то стоит задуматься, что какое состояние пред Богом. Мы когда-то перестанем пред Отцом Великим, который сотворил всю землю и небеса и нас сотворил. И нам нужно будет дать отсчет пред Ним, какие дела у нас были в жизни и какие чувства, как мы действовали по этим чувствам. По любви было это или у нас что мертвое было. И в конце я хотел просто прочитать место из Откровения 14 главы 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженный, мертвый и умирающий в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними». Мое пожелание, если не произошло живое покаяние у человека, если кто здесь находится и не задумывался о том, что какой подход в семье, какой подход с детьми, какой подход на работе, какой подход в сердце с братьями и сестрами в церкви, в Домом Божьем, если есть что-то мертвое, то осознать нужно и прийти и покаяться, и искать то, что не мне кажется правильным, а то, что именно Божья воля исполняется в этом, и дойти до конца вечность со Христом. Аминь. Дети, у меня к вам вопрос. Какие самые сложные слова существуют в этом мире? Может, взрослые помогут? Я предлагаю, чтобы мы общим пением спели песню «Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так редко к тебе прихожу». Для пения встанем. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к тебе прихожу. Прости меня, Боже, прости, что так редко к тебе прихожу. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так редко к тебе прихожу. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так редко к тебе прихожу. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, я молю, прости, я молю, прости, что так редко к тебе прихожу. Что так редко к тебе прихожу. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, я молю. Боже, прости, я молю, прости, я молю. Боже, прости, я молю, прости, я молю. Я молю, прости, я молю. Я молю, прости, я молю. Я молю, прости, я молю, прости, я молю. Сейчас выражаем участие «Спали дети на кроватках». За этим Алена рассказала стих. И если есть участие из зала, есть возможность, пожалуйста. Спали дети на кроватках. Стих. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Рождеством Христовым, словами ангела. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стихи. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Об этом Господе Иисусе Христе мне, друзья, и сегодня хотелось с вами поговорить и пообщаться, и о том, что Он делает сегодня и как Он спасает людей. Я хотел еще прочитать одно место из этой истории Рождества. Это Евангелие от Матфея, 1 глава. Это тоже слова ангела, но не пастухам, а Марии в день Благовещения. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Дорогие братья и сестры, слава Богу за приход в мир Христа, за то, что Он совершил дело спасения, совершает его в нас и совершит его до конца, когда пройдет время земли, время благодати. Братья и сестры, Христос на земле основал Церковь Свою. Сегодня мы слышали об этом, где человек растет, где человек поклоняется Богу, где человек воспитывается, изменяется, общается с другими людьми. И, как брат сказал в начале этого служения проповеди, вот эти пласты внутреннего нашего состояния, нашего противоречия, нашего несогласия, они открываются, потому что мы общаемся с людьми, и открывается наша плотская греховная натура, и то, что мы еще не раскаяли, не осознали, не привели в свет. Братья и сестры, мне сегодня хотелось, как сегодня уже и говорилось, вся тема этого собрания о грехах и о спасении от них. Христос спасает от грехов. Грехи, друзья, появляются, они приходят в нашу жизнь, они меняют нас, и поэтому у нас очень много в жизни проблем. Грех вошел в мир еще в Едемском саду, в то время, когда люди проявили первое непослушание Богу. А еще раньше этот грех произошел на небесах. Там, где святой, чистый ангел Божий, совершенный в своем создании, и в путях возгордился. Возгордился и сказал, что я не хуже и не меньше Создателя, я поставлю престол свой выше Его. Он был не свержен на землю, и с тех пор Его работа на земле продолжается в сердцах людей. И поэтому, друзья, мы чувствуем эти побуждения, мы чувствуем эти пожелания, и они воинствуют в нас, мы поддаемся им, впадаем в эти грехи, и поэтому у нас трудности, конфликты, недопонимания, во взаимоотношениях с друг другом, лично в себе, и, конечно же, с Богом. И когда Христос закончил миссию своей проповеди Евангелия, вознесся на небо, и Он оставил людям завещание, что я пошлю вам Духа Святого, который пребудет на земле, который будет работать среди людей, который будет людьми работать в личном уровне, который обличит людей во грехе, о правде и о суде, а вы, ученики мои, будете моими свидетелями, которыми я буду передавать Слово Мое к людям. И таким образом Дух действует, Святой, через Слово, проповедуемое в этом мире, из кафедры, Слово, проповедуемое в общениях, Слово, которое мы читаем, вот лично, когда мы наедине, сами с собой читаем Слово Его, оно живо и действенно, оно работает, и Дух Святой обличает человека. У нас нет такой способности, друзья, достучаться до сердца, обличить его, пробудить его к покаянию, но Дух Святой эту работу делает. Вот, друзья, как об этом писал евангелист Лука, в Деянии апостолов, первая проповедь апостола Петра, в день Пятидесятницы, когда он, исполненный Духом Святым, вот, на служение, на проповедь Евангелия, проповедует среди людей, в городе. Люди спрашивают, всегда какое-то необычное явление, оно возбуждает интерес у людей. И Господь так делает, друзья, чтобы вот через какое-то, вот, ну, влияние, движение среди людей, вот, вызвать интерес. И мы, друзья, использовали возможность эту тоже, вот, каждый раз используем, каждое собрание, когда люди приходят, когда мы праздновали, вот, юбилей, разные праздники, дни открытия, освящения, Дома Молитвы, мы приглашали людей, мы проповедовали им о грехах, о покаянии, о примирении с Богом. И вот так апостол Петр проповедует среди людей, 2 глава, 21 стих, «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Братья и сестры, это спасение продолжается. Господня работа идет среди людей, чтобы люди спаслись. Ангел сказал Марии, ангел сказал пастухам, много раз об этом сказал Христос, что спасение приблизилось к вам, и вот теперь это спасение работает. Работает в проповеди Евангелия, в приглашении людей к покаянию. Когда люди слушали проповедь апостола Петра и о том, что сделал Бог, как это было сказано в Ветхом Завете, в пророках, как Бог в это время готовил всю историю человечества к этому моменту, к принятию Иисуса Христа, люди стали спрашивать учеников, что нам делать, чтобы нам спастись. 37 стих, это 2 главы, «Деяния апостолов». Слышав это, они умолились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дорогие братья и сестры, вчера у нас была тема наших молитв. Неделя молитвы началась вчера. Мы начали молиться каждый день, у нас будет собрание, вот после сегодняшнего дня, каждый день. Мы будем молиться о благословении Господнем на Новый год, будем молиться о братстве, о наших всех сотрудниках, которые трудятся в устройстве дела Божия, будем молиться о семьях наших, будем молиться о наших благовестниках, о тех, кто несет Евангелие. Мы будем молиться о страждущих, о тех, кто в горе находится, в переживаниях, в беженстве. И также будем молиться о себе, чтобы нам быть готовыми встречать Господа, когда Он придет за нами. И вот вчера у нас молитва была о покаянии, друзья. Ведь прошел год, и у нас было много разных возможностей. Много разных возможностей послужить Богу, прославить Его. У нас была возможность проповедовать, у нас возможность была иметь хорошее, доброе отношение с братьями и сестрами. И мы, друзья, не всем этим пользовались. У нас была возможность примириться и покаяться за наши нехорошие поступки, дела и слова. Но мы это не сделали. Почему-то мы отлаживали это на потом, нам было бы стыдно. А может, мы считали себя и правыми. И еще, братья и сестры, что-то я думаю и знаю, что не приняли крещение, не заключили завет с Господом. И ведь мы знаем, что для того, чтобы родиться свыше, чтобы получить дар Святого Духа, есть два условия. Есть сторона человеческая и есть сторона Божия. Бог, в свою очередь, совершил свою работу. Бог сделал свое дело. На кресте Он сказал, совершилось, закончилось. Он совершил наше спасение тем, что позволил людям пригвоздить себя ко кресту. И позволил, чтобы люди смеялись над Ним, позволил, чтобы люди возложили на Него свои грешные руки. И через этот грех перешел на Христа, а праведность на людей, незаслуженная праведность, незаработанная, она перешла на людей, как дар Божий. И потом Христос воскрес, вознесся на небо и послал Дух Святой. Совершилось спасение наше. Он сделал все для этого, чтобы мы получили Его. Но человек должен сделать свою сторону, свое дело. И это дело заключается в покаянии. Человек должен покаяться. Человек должен обратиться к Богу. Человек должен заключить зависть с Господом. Человек должен захотеть служить Богу. Человек должен выбрать Бога своим Господином, своим управителем, тем, кому Он будет служить. Я, друзья, знаю, что в нашем собрании есть люди, которые переживают, которые имели на сердце желание, обещали Господу, когда будет призыв, когда будет приглашение, они сделают это заявление. Друзья, это сегодня день, когда вы сможете это сделать. Поэтому, если у вас на сердце заключить зависть с Господом, в конце этой проповеди, перед нашей молитвой, вы можете это сделать. Поэтому, кто готов к этому, пожалуйста. Друзья, мы имеем очень много в Библии примеров молитвы покаяния. И мы замечаем, что не все молитвы покаяния, они работают, не все они одинаковые. И также среди нас мы замечаем и имеем некоторых людей, которые иногда каются, которые, может быть, не один раз каялись и видим, что ничего не произошло, чуда нет. Вот как мы сейчас проповедуем, говорим, что человек обратится, Бог дает рождение свыше, и человек становится новой тварью во Христе, сильный побеждать грех, побеждать плоть, имеет желание проповедовать, имеет желание делать добрые дела, готовый встречать Христа, готовый пожертвовать всем. То есть новый человек оставил мирские плохоти, мир больше не влияет на него, о мире, о прошлой жизни он вспоминает с сожалением, с огорчением, не с радостью, не предвкушением. Вот было тогда, тогда бы я сделал бы, и сегодня бы сделал бы так, как делал раньше. Друзья, это еще не произошло в жизни новой в таких людях, поэтому, друзья, мы говорим о новой жизни. И вот, что же все-таки, все же является истинное покаяние? Мне, друзья, хотелось призвать вас всех сегодня к молитве, чтобы мы помолились Богу, чтобы мы обратились к Нему и проверили свои чувства, свои отношения. А какие мои отношения с Богом? А в мире ли я с Ним? А покаялся ли я так, как говорит Слово Божие? Или, может быть, я живу в мире своих воображений? Может быть, я вышел перед всеми когда-то, люди увидели для свидетельства, но внутри, в душе перемена не произошла, друзья. Вот к вам я хочу сегодня обратиться, сказать, чтобы нам вместе испытать свои сердца, проверить их и понять, что хочет Господь от нас. Я хотел, друзья, вот как бы краткой темой или объяснение этого внутреннего процесса, который проходит внутри у человека, зачитать текст из послания Римлянам 7 главы. 14 стих. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше 24 стих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Дорогие братья и сестры, немножко вот сложный текст, немножко он противоречивый, как бы в каждом почти стихе есть противоречие. И поэтому нам не всегда понятно, мы иногда пропускаем, идем дальше, идем вперед, не задумываясь о том, что здесь сказано. Друзья, мне хотелось очень кратко напомнить о том, что послание римлянам описывает о том, что открывается гнев Божий на неправду человеку. Как здесь был пропет, стих, псалом, стих был здесь рассказан о вечности, о том, что все мы идем навстречу с Богом, и там, когда мы придем, вот уже не будет возможности что-то поменять, покаяться, измениться, попросить прощения, примириться с кем-то. У нас больше не будет. Открывается гнев Божий. И апостол Павел в этом послании говорит, что оправдание и спасение этого гнева только во Христе, не от дел, а только по благодати Господней. И как тогда, как и сегодня появляются люди, говорят, что мы учим, что если спасение не от дел, значит, ничего делать не надо. Можно делать, что хочу, все дозволено, я свободен. Не говорите мне, не указывайте, не подсказывайте, я сам себе хозяин. И апостол Павел говорит, что и на таких людей есть суд от Господа. Это люди, не познавшие Бога, не живущие по слову Его, не знающие благодати Господней, так говорят. Суд на них, так говорит апостол Павел. И поэтому он начинает описывать вот эту проблему. И другие люди спрашивали, есть ли другие пути, чтобы спастись, кроме Христа? Вот, и есть ли другие подходы? И апостол Павел опять в этом послании описывает, нету. Других подходов нету, только через благодать нашего Господа Иисуса Христа. И здесь в этом послании он рассказывает состояние христианина во Христе. Человеком во Христе. Или также состояние, когда Христос, Бог, живет в человеке. Дорогие братья и сестры, это только и является истинной жизнью, это является истинным условием для заключения завета с Господом, для рождения свыше. Также, друзья, смотрите, в этой главе, я быстро, вот в этом стихе, отрывке, я хочу напомнить вот нас, перед нашей молитвой, обратить на некоторые внутренние переживания автора, который вот здесь говорит, вот в этих стихах. В каждом стихе у него есть что-то хорошее. Вот в основном четыре мысли такие. Вот у него есть желание делать добро. У него есть желание и радость от Слова Божьего, от его чтения, от его слушания. Есть желание, есть радость от слушания проповедей и проповедников. И чем лучше проповедник, вот чем он выше, известный, вот тем человек считает себя более уже духовным и начинает мерить все вокруг себя по меркам того проповедника. И также вот и заповедь хорошая, и закон хороший, и удовольствие нахожу в этом. И желание добра есть, и вот понимаю, что добро и что плохо. Казалось бы, хороший человек. И мы ценим такими людьми, друзья, которые приходят в собрание, которые любят богослужение, которые любят Евангелие, любят проповедь. Но, друзья, в то же самое время внутри этого человека проходит борьба. Желание добра есть, а силы сделать нет. Есть желание сделать что-то полезное, не получается. Только соберусь что-то сделать хорошее, радоваться, прощать и любить, у меня получается срыв и так дальше, друзья. И, друзья, это самое хорошее состояние, друзья. Если вы узнаете себя в этом человеке, это очень хорошее состояние перед тем, как родиться свыше, перед тем, как покаяться. И апостол Павел описывает состояние от своего имени. Я думаю, что он пережил это. Я пережил это в своей жизни. Я помню прекрасно те дни, когда это желание добра у меня было. Я понимал, что добро, но у меня были срывы. Я не мог, у меня не получалось. И я понимал, что что-то не хватает мне. И вот в этом, друзья, состоянии это очень хорошо и правильно помолиться 24 стихом. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Кто мне поможет? Помоги мне, Господи. Господу обратиться нужно. Очень часто, друзья, мы приходим к Господу, люди приходят к Господу с багажом своей праведности. Когда-то люди пришли к Иисусу Христу возле этого колодца «Сихарь», и по словам женщины, она им рассказала о том, что Он сказал ей все, что она сделала. Они все поверили ей и пришли, и пригласили Христа к себе. Им было приятно с Ним общаться, слышать Слово Его, заповеди, законы. Вот, Царства Небесного. Но когда Христос ушел от них, они почувствовали в себе вот новую жизнь. И этой женщине потом уже говорили, уже не по твоим словам веруем, а сами узнали. Мы сами испытали, что Он истинно спаситель мира, Христос. Дорогие братья и сестры, я знаю, что многие люди в собрании, они основывают свою веру на вере родителей, на вере наставников, на вере каких-то авторитетов духовных, проповедников, пастырей, возможно. У вас с ними были хорошие отношения, и это очень хорошо. И Библия так усматривает это. Библия усматривает, чтобы у нас, у каждого были предтечи к Богу. Были люди, которые привели нас ко Христу. Как эта женщина, как Иоанн, приготовил людей к принятию Христа. И в нашей жизни Бог заботится об этом, чтобы у нас были эти люди. Но очень часто, друзья, мы дальнейшую нашу христианскую жизнь сравниваем и опираемся на пример из жизни поступки практически этих людей. Не идем дальше, друзья. И поэтому у нас нет основы, у нас нет опоры. Друзья, той, которая поможет нам победить грех. Друзья, если мы вот живем этой жизнью, у нас есть желание, а силы нету, то нужно помолиться молитвой покаяния, которая и звучит так. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Друзья, эту внутреннюю борьбу Бог видит. Эту внутреннюю борьбу также усиливает и Дух Святой, который обличает нас во грехе, который говорит нам о том, что же нехорошо, что это то. Вот желание есть того, а того не нахожу. Братья уже зачитали некоторый список из Евангелия, вернее, из послания Галатам, 5 глава, 19 стих, другие места, говорящие в Библии о том, что человека держит и не дает ему расти. И вот апостол Павел, я хотел прочитать кратко, несколько стихов лишь, послание Ефесиным, 4 глава, после вот этих трех глав, где говорилось о Боге, об Отце, какой Он имеет план, тайна спасения человека. И вот эта тайна, когда мы умирать должны, умереть для себя, для греха, и ожить для Бога. И что сделал Бог в своих планах? От начала творения мира, вот заботясь о каждом из нас, чтобы дать нам спасение, дать нам свою милость, поселить нас в эти обстоятельства, в которые мы живем сегодня, чтобы через нас прославился Бог. И вот к этим людям, святым и верным, как начинается это послание, Он говорит практические советы, что им нужно, или вернее, что им не нужно теперь делать. Несколько, друзья, стихов. 25 стих, 4 глава. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг другу, гневаясь не согрешайте, солнце на ней зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания, в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены всякое, в день искупления, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой зловой, да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательные, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Дорогие братья и сестры, это вот часть того, что у человека есть желание делать, а он не может. Не может не делать. Получается. Выходит это, идет само. Поэтому, друзья, вот эта глава и посвящена в этой внутренней борьбе, чтобы человек обратился к Богу, увидел себя, понял свою беспомощность, понял свое бессилие, понял свою нужду в Спасителе и обратился к Нему. И вот закон он осуждает, правила они осуждают, а благодать Господня она оправдывает и прощает. И поэтому он говорит такие слова после этих молитв и покаяния, после признания своей бессильности, беспомощности, и что уже не на что опереться. Он говорит, благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И так дальше, друзья. Осуждения больше нет. Каждое нарушение закона, правил, которые мы делаем, они осуждают нас. Они говорят о том, что мы грешники, и говорят о том, что перед праведным судом Божьим нас никто не оправдает за это. И мы будем отвечать за наши поступки, за наши решения. Но только благодать Господа Иисуса Христа, только Его пролитая кровь на Голгофском кресте может очистить и оправдать нас. И об этом наша молитва. Наша молитва о вас, дорогие друзья, и вчера, и сегодня, чтобы Бог послал вам покаяние, Бог послал вам решение обратиться к Нему этой молитвой, принять Христа своим спасителем, и принять благодать, и делай спасение Его для своей праведности, для своей жизни. Я предлагаю, друзья, нам сейчас спеть псалом. Вот наши братья предложат хотя бы один куплет споем, споем стоя, и потом мы еще обратимся и будем уже молиться. Пожалуйста, пропавил. Номер 324. Пастырь добрый ищет бедную отцу для пения встанет. Пастырь добрый ищет бедную отцу, ищет тебя, ищет тебя, ищет тебя. Ищет Тебя Дождь, Господь, спасти Тебя Давайте подождем. Братья и сестры, я хочу пригласить вас к молитве. Кто желает обратиться к церкви с желанием заключить зависть с Господом через Святое Водное Крещение, пожалуйста, дайте знать об этом. Выйдите вперед сюда, скажите об этом. Мы с вами помолимся, и начнется беседа, начнется у нас подготовка к крещению. Андрей. Скажи, Андрей, еще раз. Повтори еще раз, ты сказал без микрофона. Принять крещение. Да. Брат Андрей хочет принять крещение. Друзья, может, еще кто-то хочет принять крещение? Может, кто-то понимает, что ваша жизнь, она не соответствует Слову Божию. Вы не следуете в заповеди. Это заповедь Господня, чтобы люди заключали зависть с Господом через Святое Водное Крещение. Друзья, может быть, вы увидели себя в этой борьбе. Вы понимаете, что у вас нет силы. Вы часто падаете. У вас нет опоры в жизни. И вам нужен Христос. Бедный я человек. Вы можете сейчас тоже помолиться. И мы за вас помолимся. Мы с вами еще второй куплет. Может, кто-то в это время захочет помолиться, друзья. Проходите вперед. Мы с вами помолимся также. Субтитры создавал DimaTorzok Мы нечасто проводим такие собрания, когда мы приглашаем, посвящаем полностью все собрание, как сегодня, для покаяния. Для того, чтобы дать вам возможность примириться с Господом. Чтобы вы нашли покой, нашли победу в своей жизни над грехом, над вашими соблазнами, над слабостями, которые одолевают вас, которые видно людям. Мы их видим. Все их видят. Только дьявол заглушает ваш взгляд о том, что никто не знает, никто не видит, друзья. Поэтому пусть поможет нам Господь победить этот стыд и страх, выйти и обратиться к Богу. Потому что публичная молитва, она имеет особую силу и благословение перед Богом. Что желает, друзья? Выходите, помолитесь Господу. Или попросите, чтобы о вас молилась церковь, молились люди, которые понимают близость Божьего благословения и присутствия. Если нет, друзья, мы помолимся. Брат Андрей, ты желаешь помолиться? Помолись. Дорогой Зеус Христос, спасибо, что ты мне даровал такое желание, чтобы принять крещение. Пожалуйста, дай мне быть светом, миру, и чтобы я в то разу не грешить. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебе сердечно за это собрание, когда мы можем помолиться Тебе о наших дорогих друзьях, которые не спасены, которые не познали благодать Твою, которые не пережили рождение свыше, которые не пережили победу над грехом в своей жизни и живут в рабстве, в рабстве своих похотей, в рабстве желаний, в рабстве непрощения, нелюбви, злости, нерасположения, Господи, гнева. Ты знаешь, Господи, такие сердца и души, которые враг терзает, которые мучаются и изнемогают, Господи, теряя и пророй здоровье и годы жизни. Благослови таковы, Господь. Пошли им желание и побуждение примириться с Тобою. Помоги, Господи, нам понимать, что те возможности, которые Ты нам давал в этом году, и мы их не использовали, это также является грехом перед Тобою. Господи, нашла стройка, у нас было столько призывов на потрудиться, и я знаю, что многие игнорировали этим, Господи, не замечали этого, заглушали голос Твой, призыв Твой, Господи, сознательно. Я знаю, им тяжело, они мучаются, Господи, тоже хотели покаяться, Господи. Открой их глаза и разум, и уста, Господи, для покаяния. Кто, Господи, родителей не почитает, старших не почитает, Господи, и руководство не почитает, Господи, пошли им покаяние, пошли им силу, Господи, Твою, помоги им победить себя и эту слабость, которая, Господи, идет от лукавого, от греха. Господи, прошу Тебя о тех, кто желает заключить завет с Господом, но не решается, Господи, не хотят победить себя, Господи, не дают Тебе свободу и простор действовать в их жизни, Господи. Помоги и таковым. Благослови, Господи, брата Андрея, благослови его желания, благослови всю церковь, Господи, и да прославишься Ты в нашей жизни. Продолжай трудиться и работать. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте споем брату Андрею поздравительный Псалон. Ликуй, ликуй, спасенный. 383. Ликуй, ликуй, спасенный, Пусть будет сделан Радостью своей. За все телосные сады, За все мои грехи, заранее сходи. И в muchos кубах Андрея, И, в них, Ви, забезasty, И в Слава Богу! 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 Данис Кудеет, рука дающего, доброходно дающего, любит Бог. Итак, друзья, наше собрание закончилось. Мы встанем для молитвы и будем расходиться. Встанем, друзья, для молитвы. Друзья, может, приветствие есть для церкви? Ванкувера, привет. Ванкувера. Хорошо, друзья. За первое приветствие мы сердечно благодарим, взаимно передавать просим. За ваше решение благодарим Бога, брата Саша, ваша семья, за решение брата Андрея. И помолимся. Продолжение следует, друзья, мы принимаем приветствие Соспакена. Я понимаю, наши братья и сестер, в нашей церкви, с которой мы общаемся. И также из Германии. Я так понимаю, наши братья, находящиеся в рассеянии. Мы тоже помолимся, друзья, и о них, и принимаем от них приветствие. Господь, мы тебя сердечно благодарим за это собрание, за это время, которое ты нам подарил и дал, для того, чтобы мы могли остановиться в конце уходящего года и поразмыслить о себе, привести порядок наших отношений с тобою, с ближними, с детьми нашими, с церковью поместной. Особенно, Господи, за то, там, где мы имели побуждение, имели возможность сделать добро и не делали. Господи, прости нас, очисти и освяти. Помоги нам, Господи, быть исполнителями Слова Твоего, а не только говорящими людьми, слушающими, а не исполняющими. Помоги нам, Господи, дай мне эту силу и благодарность Тебе, что Дух Святой на земле. И я знаю и верю, что Он будет продолжать работать в сердцах многих людей, когда мы уйдем отсюда Вам. Храни нас, Господи, в руке своей, на путях жизни, от зла, от греха, от искушений. Поставь свою охрану и защиту. Мы просим и умоляем Тебя, наш Бог. Благослови, Господи, больных людей, которые болеют в церкви, не могут быть на собрании. Благослови Сашу, Катю, Наиминь. Благослови их болезни, поддержи и исцели. А также, Господи, их души, чтобы, Господи, они крепли в вере, чтобы они служили Тебе, поклонялись Тебе. И также были, Господи, в церкви, в служении, когда они выздоровеют. Просим, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого Бога Отца и общения Святого Духа прибыли всегда с нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. С миром Божьим, братья и сестры.